12 сентября александр мальчик федор погорелов пробежимся сейчас с вами по новостной палитре очередного осеннего отрезка ушел от слова но ты раз ты размят потому что комментированием федор ты лапочка я размятками поздравляем тебя с важным матчем который вчера прошел очень круто было в туле видишь в туле вот есть это волшебное место вашим образом там любят футбол в туле полный стадион был и в первом полный стадион был и в первом дивизионе то есть это не история про команда вышла премьер-лигу и вот баба там эти 20 тысяч собирались и на матчи с условным факелом или боксан автозапчасти ты не мог бы повторить это боксан автозапчасти к сожалению команда давно не играет в лите российского футбола но в свое время с гремела свое время название боксан автозапчасть ранило меня в самое сердце но это лет запоминается я согласен это тоже то же самое что метод гипертермического кишечного диализа который я тебе рассказывал рассказывалось это история про то как александр умеет спать с открытыми глазами в прямом и фильмом я вам почему важно прямой в этой в этой истории еще очень любопытно конечно в ну понятно что в туле это аэропорта потому что город близко к москве поэтому из центра тулы маршрутки бегают до москвы за 200 рублей два часа и команда прилетала в калугу и дальше садились в автобусы саня все сотрудники калужского аэропорта вышли на посмотреть на то как футболисты зенита садятся в автобус я не преувеличиваю все сотрудники что было на отлете да потому что когда команда приехала на сразу прыгнула в автобус и не было взаимодействия не покурили вот как нашел перед перед самолетом и более того все эти сотрудники стояли в жилетках на взлетной полосе и смотрели как лицель спускается по трапу а за забором стояла еще сотня жителей калуги которая хотела увидеть тень дзюбы за стеклом вот автобуса который так пиу пролетел мимо калужцы болеют за дзюбу слушай в такого рода регионах в калуге есть команда ну например лиги в такого рода регионах всегда болеют за чемпиона с 10 лет русского поля спартака болели за спартак отсюда мем народная команда потом понятно цска в середине нулевых и цска был чемпион там кубок вайфа еще вот это все важно но поскольку там 10 лет более-менее стабильного доминирования зенитов чем да это конечно унижение остальных команд существует не использовал александр мальчиния во всех вот регионах где нету команда премьер-лиги там конечно болеют чемпион а я федор вы знаете болельщик просто поэтому я могу все что угодно все что угодно говорить как болельщик клуба зенит красота и еще нежнейший нюанс в вип-ложи стадиона арсенал лежали одеяло марки эльф ждать большое начальство пришел в рио губернатора да и до игры были разложены разложены одеяло я присмотрелся сверху они в упаковке туда из магазина я вижу один называется эльф ну хорошо кажется . сил молодцы подготовить да ну в общем а как стадион не расстроился нет не ну понятно ушли пораньше потом просто 5 как раз зашел минуте на 83 и в этот момент тульские болельщики поняли что камбэка не будет дрогнули да и чуть-чуть стали расходиться сейчас как это фейсбук не предложил какую-то футбольную игру на айфоне играть там смысл в том что все время замедляется и ты даешь пасы и удары ты знаешь на эту игру боюсь ну и ты как бы не играешь как там фифу или во что-то именно нападу нападающие действия осуществляешь своим игроком и даешь пасы другим комбинации разыгрываешь и там все время такой сюжет что сначала тебе показывают жуткий сценарий как и твоя команда летит там 04 и тут ты выходишь на замену не у тебя есть возможность вот эти несколько атак значит решить исход матча судьбу да вот в туле этого не произошло этого не произошло да жалко и еще очень круто когда едешь в автобусе и в какой-то момент понимаешь что вот ты переехал из калужской области до тульскую да потому что качество дорожного полотна изменилось и если в калужской она совсем фрагментарно да ну там не больше 50 километров часто едет автобус то в тульской в общем как-то поживее при этом а выборы и там и там аэродром аэродром только в калуге да и при этом калуга 300 тысяч населения до тула 500 дальнейший промышленный центр город с которым связаны трудовые пути токарева макарова стечкина и мосина и наверняка известных кулинаров которые делают пряники совершенно верно на выбор пряники есть левша а есть ясная поляна класс я взял оба но какой вкуснее ну я же себе пробовать попробуй толстовский то должен быть вкусный толстовский должен быть знаешь такой с привкусом войны и мира а левша такой левый для меня открытием стало про самовар этот сюжет и пока готов к репортаже здравствуй википедия слишком долго войны не было после 1812 года тульский самовар это продукт конверсии представляешь серьезно да то есть вот ну пока крымская не началась надо было чем-то заниматься что-то фигачить они стали фигачить самовары красивый ход и завалили самоварами всю россию и с тех пор ну вот собственно три бренда левша оружейники самовар и пряник про пряник не знаю ну нормально мне кажется мне кажется все в этой истории прекрасно погнали в новости погнали если найдем какие-нибудь есть я вашу давай я нашел я нашел про аэропорт кстати заработал новый московский 4 международный вчера сегодня сегодня это к русский дню города видимо да они открыли в московском аэропорту жуковский в 10 утра в понедельник сегодня приземлился самолет авиакомпании белавия прибывший из минска это был первый регулярный рейс который приземлился в четвертом аэропорту встречали как обычно вот этой аркой поливал из двух машин пожарных и и здесь конечно вопрос вопросов на черта москве 4 международный аэропорт но люди которые следят за этим наверняка знают для чего нужен здесь гипотеза чем ну видимо остальные не справляются мне кажется что не справляются мне кажется что не справляется внутренний рейс мне кажется так вот что мне кажется я думаю что они пытаются таким образом потоки разделить ну видимо транспортные просто и видим а может быть это связано с воздушными как потоками что этот московский узел очень красиво показывает сейчас ну может быть воздушный узел московский вот он они же все аэропорты находятся с разных как бы чтобы не пересеклись естественно но видимо может быть заходы на посадку там и какие-то еще что-то не знаю мне кажется что очень много людей в шереметьево очень много людей на внутренних рейсах в ну там есть пиковые часы конечно же когда вот прям много смотрит и очень много в домодедово очень много но это внутренние рейсы я не знаю сможете это разгрузить потому что международных рейсах я очень мало летаю из москвы международными рейсами собственно это два раза в жизни всего обычно из петербурга летали вот поэтому я тут не знаю на местные ну не на меня поражает то что билетов нет вот это меня поражает то есть петербург москва Купить билеты Очень непросто При том, что рейсов, ну, мне кажется, 20 в день Летает разных авиакомпаний Но купить нормальные билеты по приемлемой цене Я думаю, здесь все они делают не в билетах А в словосочетании приемлемая цена Ну, хорошо Какую цену ты бы... Какая тебе цена, кажется, приемлемой? Билеты с Петербурга в Москву С самолетом Ну, вот за эти деньги купить билет в день просто невозможно За неделю, может быть Я купил сейчас даже дешевле немножко Но за неделю Но я летел не в авиакомпании, в которой я бы хотел лететь Потому что авиакомпании, в которой я бы хотел лететь Меньше, чем за неделю, там меньше, чем за пять Уже не купить в одну сторону А туда-обратно, ну, там другие совершенно цены Есть бизнес-класс, конечно Это понятно Но у меня это вот все, мне все это не нравится Как только будет ночной Сапсан, конечно Ты имеешь в виду Сапсан так, чтобы в час ночи оттуда оттекиваться? Типа, отработал халтурку на вокзал? Типа, отснялся, отработал халтурку, типа, отыграл концерт Я убежден, что это будет пользоваться большой популярностью Есть мнение, что у нас... Многие люди предпочтут по поездку в купе или даже в СВ Предпочтут эту поездку с Сапсаном Конечно Например, Сапсан предпочтут этой поездки Сев в час ночи на Ленинградском вокзале В пять утра ты здесь И поехал спокойно домой И лег дома спать Класс, как на самолете Доспал остаток, видишь? Да Как на самолете? Да, ты прав абсолютно История про жадность у меня есть Это хорошо Житель британского города Шеффилд? Угу Спасибо Нормально, я тебя подмазываю вообще Ну что, у нас есть песня Давай песню поставим Как робот в тайне третьей планеты В принципе, достаточно Шеффилд — британский город, правильно? Все, очень интересная и захватывающая история Как ты думаешь, можно ли до Шеффилда добраться из Лондона на поезде? Наверняка Поэтому звучит песня, которая называется «Последний поезд на Лондоне» Ура Все Кстати, сегодня Что случилось за последние восемь часов? 17.27 в Петербурге Попробуем разобраться с Шеффилдом А вот ты готов? Или мы его? Нет Это хороший сюжет Там хороший сюжет про человеческую природу Житель британского города Шеффилд Его зовут Лием Будет смешно, если это Калахер Фамилия неизвестна Угостил девушку А через неделю прислал ей сообщение, чтобы она вернула ему 6,5 фунтов и номер карточки Девушка об этом рассказала, 18-летняя девушка об этом рассказала в газете Я вернула ему сумму, цитирую, хотя этот поступок показался мне наглым Я предположила, что ему могли быть необходимы эти деньги Вот так? Да Представляешь, ты вот синий, угощаешь девушку У тебя, например, приходит смс Пап, Лев и Роза Или как Редлайн Ну, вот это вот классический Ну, в каждом английском городе есть Пап Редлайн В некоторых три Вот, он, значит, в Редлайне угощает ее Раз L Там потом L с прицепом Да Они обмениваются номерами То есть, видишь, дошло до стадии обмена номерами Хорошо И то, что как-то ничего не значащая, ничего не значащая интеракция Нет, то есть, там уже, мне кажется, когда обмениваются номерами, следующая фаза это к тебе или ко мне Ну, почему, может быть, у них более чопорные отношения Может быть, у 18-летних вообще все иначе Здесь нужно понимать, что это такое поколение Да, может быть, найти тебя в Фейсбуке и все Да И потом, бац Вот, с утра просыпаешься, тебе смс Угу Ты понимаешь, елки-метелки Надо же возвращать Каким-то образом Да Все, конец истории Хорошая история, спасибо Значит, есть два важных тезиса Так Первая, Венецианский кинофестиваль И Кончаловский, который получил, как ты знаешь, награду Да, там работала Кримером на этом фильме великая Галина Пономарева Так Мы ничего не можем, к сожалению, больше сказать про эту картину За исключением того, что там работа Галина Пономарева И что ее снял Андрон Кончаловский И что она получила льва Того самого красного Того самого, да Того самого красного венецианского льва И это, конечно, удивительно, но приятно Потому что хороший текст по этому поводу Есть Долина на афише Можно почитать Я думаю, что Удивительно, что Андрон Кончаловский Не самый молодой режиссер, прямо скажем А я думаю, самый возрастной из тех, кто был представлен На венецианском футболе Я, честно говоря, не читал конкретно Не помню конкретно, так это или нет Но факт состоится фактом Удивительно, что он достался этой награды Удивительно и очень радостно Удивительно не в том смысле, что плохой Я предполагал, что он недостоин А удивительно в том смысле, что Это неожиданная совершенно награда Я очень рад, что так произошло Мне кажется, это очень хорошо Напомню, прошлая картина Про почитаемую Трепицыну Тоже была удостоена приза категории А Фестиваля категории А В Берлине, если я не ошибаюсь Вот, и это очень хорошо Сейчас прямо такие нотки Кончаловского голоса Ты знаешь, что у тебя иногда появляется Мяукающая интонация, как у братьев Что у Михалкова, что у Кончаловского она есть Видимо, она появляется, когда я начинаю говорить от себя Изнутри В душе я Прорывается В душе я Андрон Нет, нет, в душе я кто-то Я собирательный образ В общем, мне кажется, это очень хорошо И вторая новость Я за Танго и Кэш благодарен Герою этого Прекрасно То есть никакая Сибириада тебя за душу не берет А вот Танго и Кэш И Ася Клячкин и это все Но ведь этот Запах видео салона На Набережной лейтенанта Шмидта Этот билет за руб 50 И молодой Курт Рассел Ну, а Саллоне? И не менее молодой Саллоне Мне кажется Тут вот Саллоне Там же была какая-то девушка Не помнишь, кто? Ну, раз уж мы Она же могла даже в какой-то момент составить какую-то конкуренцию кому-то Мэг Райан, по-моему Мэг Райан там был? Сейчас Сейчас Ничего себе Сейчас Комедийный боевик Ну Это мы знаем и так Лампа Муфусаила или Крайняя битва чекистов с масонами Что это значит? Новый Пелевин так называется Генератор тегов для поиска в гугле Новый Пелевин так называется Еще раз прости, пожалуйста Лампа Муфусаила или Крайняя битва чекистов с масонами Чекисты и масоны Прекрасно Все, как мы любим Вышел новый роман Виктора Пелевина Это вторая новость, про которую я хотел рассказать Ох Интересно Терри Хэтчер Спасибо, не интересно Да, Терри Хэтчер Господи, это же баба из отчаянных Домохозяек Вот это Вот откуда мы знаем ее Вот оно что Девять сезонов Я понял Как с куста А я вчера знаешь, что смотрел? Так Отличная программа, ребят Кстати, мы здесь подводим итоги Я вчера смотрел Мальчишник и Вегасе первую часть Ох Я не видел раньше Мне одна наша знакомая сказала, что если мы люди с юмором, то нам этот фильм тоже понравится Если мы можем, я не помню только с чем она сравнивала Если мы можем оценить то, то это тоже оценим И честно говоря, за исключением нескольких моментов, это реально довольно смешное кино Ты не смотрел? Не смотрел Я сейчас полечу в Тель-Авив Посмотри, тебе понравится Я пересмотрел кусочек Это как Горько? Как Горько? Только американский вариант Надо и Горько посмотреть А ты Горько тоже Горько один Делится Как говорят, делится население на тех, кому Ну, вернее сказать Культурная общественность Делится на тех людей, кому нравится Горько И кому нет Вот Третьего не дано Третьего не дано, понятно Эта женщина еще снималась в Tomorrow Novo Dice В Завтра не умрет никогда Да В Бонде Бывал, я вообще ее не помню Ну, окей Отчаянно домохозяйки навсегда Родилась в Пало-Альто Так, едем Савелий Крамеров еще снимался в Тангайка Надо пересмотреть, я чувствую Там есть продолжение сюжета про коррозию металла Ты не поверишь Как он, паук? Лидера группы коррозия металла Сергея Паука Троицкого Обвинили в побеге с места преступления Об этом РИА Новости рассказала супруга музыканта Ирина Троицкая А что он сделал? Его уже черногорские власти Как-то быстро сбрасываешь вот это все В архив Все то, что мы здесь обсуждаем Его черногорские власти обвинили в поджоге дома А, точно Да, я вспомнил На версии побега настаивает обвинение По делу об отжоге дома в Черногории Который якобы совершил паук Цитирую Троицкую Мы прилагаем все усилия, чтобы доказать Что билеты на самолет были куплены заранее Но Сергея никто не слушает Думаю, что без вмешательства российских властей Тут не обойтись Я вот не помню Черногория входит в НАТО или нет Что тут, в принципе, под этот сюжет можно подвести мощную идеологическую базу Я думаю, что, конечно, цель-то в этом Ирина Троицкая сообщила, что располагает перепиской мужа и хозяина дома Из которой следует, что последний Уточняю, это важно Последний, то есть хозяин дома Не совсем уравновешенный и злоупотребляющий алкоголь человек Тут просто дело в том, что не очень понятно Можно ли перенести эту формулировку и на Троицком Нет Ну, Троицкий и злоупотребляющий, или не уравновешенный? Я уверен, что уравновешенный, не злоупотребляющий и вообще По словам Троицкой, пожар мог произойти по его вине А Паука, вероятно, подставили Также она заявила, что адвокат-музыкант Отказался привансировать дочери Троицкого, находящегося в Черногории, сгоревший дом Ну, то есть, надо сказать, что Во-первых, у меня есть знакомый сын, которого любят танцевать Пятилетний под песню Водка на столе группы Коррозия Металла Серьезно? Надо сказать, это единственное, благодаря этому Я, собственно, услышал Познакомился с этим, с творчеством этой группы Я никогда не слышал группы Коррозия Металла Но мы видим... Ты дальше меня прошел по этому тревожному пути Но мы видим, что на самом деле Душители свободы черногорские пытаются невинного Сергея Паука Троицкого Пустить по черногорскому этапу А я думаю, что это может закончиться Поджогом черногорской тюрьмы Просто массовым отказом россиян ехать на отпуск, на отдых в Черногорию Да, им так же непросто У нас же все полицейские туда перестали ездить, военные И в Черногорию тоже Да, а там, мягко скажем, куплено было много А теперь все, они не все А теперь не все Очередная работа мечты Об этом после песни Мы так всех заманили Кстати, сегодня Что случилось за последние 8 часов 17.41 Да, да, да В издательстве «Экс» мы не подтвердили информацию о смерти Пелевина Не ожидал, да? Да Сейчас у тебя две новости про Пелевину, про которых ты даже не подозревал Значит, ранее сообщалось, что поклонники творчества Пелевина Оповестили о его смерти на странице фан-сообщества в соцсети Facebook На стене группы уточняется, что писатель скончался в Германии во время спиритического сеанса Еще во время чего? Еще мог скончаться Пелевина? Исключительно А похороны состоятся в понедельник в немецком городе Гельзенкирхен Издательство «Эксмо» не подтверждает эту информацию Издательство «Эксмо» — молодцы Да Презентация под названием книги с 7 по 11 сентября Состоялась в рамках Московского международного книжной выставки Вот А еще раз напомни, пожалуйста, название книжки Лампа Мафусаила или «Крайняя битва чекистов с масонами» Чекистов с масонами — это красиво Надо сказать, что, конечно, Виктор прекрасно чувствует эпоху Согласен В левом углу ринга, естественно, масоны В правом углу ринга, несомненно Чекисты И по-другому быть не может Ну и хорошо Мне рассказали Ой, не могу Потом Не в эфире, зараза Ааа Давай сворачивать тогда, чего уж Ну и еще новость Еще новость, конечно Давай новость Есть новость про лучшую работу в мире Пожалуйста Финский отель Arctic Snow Hotel Хороший, кстати Я там не был, но по слухам Ну, просто он же Это снежный, да? Который в снегу Из-за льда Который, да Рованьеми Рованьеми Рованьеми, столица Лапландия Спасибо До Рованьеми можно добраться разными способами О них тебе могу рассказать Надо, нет? И я на Прусакова, может, рассказать Можно на машине Семь часов Далеко На поезде Самый класс Ты едешь и смотришь С машиной, да Круто А, то есть ты поставил машину в поезд И едешь Доехал там, взял машину Поехал кататься Да, то есть Сел, значит, доехал до Хельсинки Поставил машину в поезд Ночной поезд Прибухнул С утра встал Выехал на своей машине И поехал кататься Круто И если вы остановитесь В этой гостинице То вы можете заказать услугу бесплатную Northern Lights Alarm А именно Если вы увидите серное сияние Вам позвонят Совершенно верно С 23.30 до 6.30 Сторож полярного сияния Может вас разбудить Классно Представляешь Если ошибка Черт Ну ничего страшного Мне кажется Там Ну да, такой повод Повод хороший Там, наверное, очень красиво Наверное, я видел Северное сияние В Карелии Оно выглядело Очень красиво Но было понятно Что это Глупости по сравнению С тем, как реально За полярным кругом В Рауниеме, кстати Можно попасть еще вторым способом Не через наши пропускные пункты Ленинградской области А через Норвегию Через Карелию В Карелии есть переходы Тоже И там вот можно И также попадают в Норвегию Потом едут так на Нордкап Можно поехать Это же путешествие моей мечты Которые я никогда не Ну пока никак не могу осуществить Нордкап Это мыс Самая северная точка Европы Теперь я вспомню Где я слышал Сочетание Да Вот И там Наверное, интересно Круто Там где тромс Круто, да Вот А до Раунием Действительно можно Таять так Есть на машине Тысяча с чем-то километров 1200 Как будто бы от нас По веселой финской равнине Это шутка Конечно, какой равнин там нет И это очень утомительная дорога Я уверен Тем более зимой Она скользкая И олени вот эти все ходят Фины же начали красить их Сфорисирующей цветом рога Да-да-да-да Чтобы веселее было Да, я думаю Что это может Можно реально словить Какое-нибудь шоковое состояние Если это увидеть В лесу ночью Ну правда Мне кажется Это очень-очень стрёмно Представляешь Это же ты едешь И вдруг вот в лесу Такая колбасерка Где-то такая штука Он же вертит головой Там как-то еще Мне кажется Это может быть Глаз Я видел один из оленей Который перебегает дорогу Перед машиной впереди Не очень приятное зрелище Мне кажется И для того, чтобы Как раз Привнести побольше радости Да А он По крайней мере Светится По крайней мере Светится красивыми И веселыми рогами Согласен Вконтакте вернул музыку В приложении для IOS И теперь стало понятно Что iTunes В целом На телефоне Не очень Нужен Да А хорошо Только То есть ты теперь получаешь На телефоне Доступ к своим аудиозаписам Правильно Ну и станет интернет То не получаешь Совершенно верно Александр Именно так А iTunes Как известно Помогает тебе Слушать музыку В самолете Например Зануда Но я сейчас тебе Просто сразу Подставил Просто я сейчас Помог компании Apple С тобой Чтобы ты не ударил iTunes Потому что я тебе объяснил Зачем тебе iTunes Конкретно Спасибо Ты не знал Без меня не мог разобраться Ты видел эту очередную Вот мне всегда было интересно Просеки конкурентов Или что это сообщение Которое в WhatsApp Тебе не приходило Спамерское Что вы должны поставить Там где-то галочку Иначе WhatsApp будет делиться Поскольку теперь WhatsApp принадлежит Фейсбуку То WhatsApp будет делиться Вашими фотографиями В рекламных целях Нет? Вообще не помню Нет-нет Это не WhatsApp Присылает Это например Я тебе могу послать Мне прислала наша коллега Ведущая Одного телеканала Следующий текст Делюсь информацией Со всеми Если Информация очень важная Дальше Два красных Восклицательных знаков Facebook Выкупил Ватсап Теперь Ватсап Работает Под руководством Facebook И те фотографии И так далее Которые мы отправляем По WhatsApp Автоматически Переходят в Facebook И могут размещаться На сайтах В качестве рекламы И так далее Чтобы отключить эту функцию Нужно зайти в настройки Ватсап Войти в учетную запись Нажать синий значок С ключиком Далее отключить галочку На самой нижней строчке Дать информацию Об аккаунте Отключите Вот я зашел В настройки Еще раз Учетная запись Так Значит Настройки Учетная запись Нажать на синий значочек С ключиком И дальше Отключить галочку На самой нижней строчке Дать инфу об аккаунте Да Вот отключите эту галочку Отключил Вы уверены Что не хотите Использовать информацию О вашей учетной записи Ватсап Чтобы улучшить Ваше взаимодействие С рекламой И продуктами Facebook Если вы нажмете На не делиться То не сможете Внести изменения Позже Да Мне вполне Это устраивает Спасибо Пожалуйста Теперь Ты зря это сделал Потому что Я теперь расскажу Теперь давай подумаем Логику Значит Это сообщение Которое как бы Прислал нам Какой-то добрый человек Оно связано с тем Что Ну я не знаю Мне кажется Ничего страшного Нет что ты отказался Это не имеет значения Ну в принципе Никакого Делишься Ты не делишься Понятно что Если надо Они знают о тебе Но Вот это кто-то написал Facebook Ватсап Явно это не сам Ватсап Явно это не сам Facebook Это какой-то Добрый человек Если ты дальше Откроешь правила Ватсап Просто этого Никто не сделал А я сделал Потому что Мне стало Что за бред Значит Ватсап В своих правилах Пишет Ничего Ничего из того Чем вы делитесь Ватсап Включая Ваши сообщения Фотографии Сначала написано Что мы теперь Понадлежим Facebook Ничего из того Чем вы делитесь Включая фотографии Сообщения Информация Не будет размещаться Оно бьется Мне всегда было интересно Кто это пишет Зачем Я тебе ответил Понятно Вот эти люди А они зачем это написали Им масоны Рептилоиды Поставили Такую задачу Чекисты борются Но кто выиграет Мы узнаем В книжке В книжке Виктора Пелевина Да Власти Австрии Знаешь Были вынуждены Перенести выборы президента Назначенные на 2 октября Причина Некачественный клей На конвертах Предназначенных Для рассылки Бюллетеней по почте Скучище Из-за проблем с конвертами Объявил глава МВД Австрии Вольфганг Суботка Правительство Вынуждено просить Парламент о переносе выборов По данным Рейтерса Парламентская коалиция Согласилась назначить Новую дату выборов На 4 декабря Цитирую Саботку У конвертов Для голосования Полосы клея Были на верхней кромке И на одной Из сторон Таким образом Они не были плотно закрыты И могли быть легко Распечатаны И запечатаны В течение 20-25 минут Во-первых Хочется конечно Сказать ерунда Да А во-вторых Как в Австрии Как Мог быть некачественный клей У меня вот это не клеится Ни такого не могло быть В принципе В Австрии все качественное Слово клеится Я не планировал Использовать в этом Знатном каламбуре А зря было бы смешно Типа не клеится Что-то у австрийцев Ох не клеится Из-за клей Ну что Я думаю Пара Да Мы можем С вентиляторным заводом Заключать договора Наш достаточно сюрреалистический Вот у Саши все село Зарядку не брал, да? Не Молодец Достаточно Сурреалистический Итог Очередного сентябрьского понедельника К нами сделан Саша Мог бы сказать Если бы у него не села Я этим занимаюсь сейчас 48,4 нефть Сейчас На завтра Курсы валют Следующие Евро 73,20 Доллар 65,05 Прекрасная погода Спасибо 19 Нет 19 Это через неделю 19 градусов Федор Спасибо Не всякое число Которое ты видишь Оно имеет отношение К календарному Чезду 19 градусов завтра Потом по прохладе Но в целом Прекрасная бабья лета Приятно Что и в этот раз Синоптики ошиблись Редактор субтитров А.Семкин